Братья-месяцы Некоторые славянские рода 10 марта отмечают вторую встречу весны – жаворонки или сороки. В старину считали, что на Тарасе нельзя спать ни днем, ни вечером, чтобы не пристала кумуха-лихорадка, старшая из 12 сестер-лихоманок, духов разных болезней. Считалось, что лихорадка привязывалась к людям в основном во сне, являлась к спящим и целовала их, но могла она напасть и на дороге. В таком случае заболевший человек шел на то место, где в него предположительно вселилась болезнь, сыпал вокруг себя ячневую крупу и, раскланиваясь на все четыре стороны, произносил особые заговорные слова. Городской травой. Ее еще называют тимьяном или чабрецом. Верили, что от кумухи оберегает высушенная летучая мышь, которую прикрепляли кладонки и подвешивали на гайтане, шнурок, на который подвешивают нательный крест. Чтобы кумуха не привязалась, в феврале-марте старались как можно меньше ездить на лошади или переходить реки. Считалось, что от нападения кумухи оберегает и змеиная выползка – шкурка, сброшенная змеей во время линьки. А еще, чтобы прогнать кумуху из деревни, 10 марта крестьяне играли в дрему. Они водили хоровод вокруг лавки, на которой сидел дрема, кто-либо выбранный из играющих. Дрема делал вид, что спит, но неожиданно вскакивал и ловил кого-то из играющих. Чтобы обезопасить себя от лихорадки, нужно было во время игры поймать трех человек из хоровода. Говорят, что по приказанию кумухи сестры нападают на ослабленного человека, проникая в избы через печные трубы. Вот и ставили осенью, когда повышалась опасность простудных заболеваний, редком на печке у трубы 13 маленьких куколок-закруток – лихоманок, или по-другому – трясовиц. Верили, что увидев куклу, сестрица-трясовица узнает себя и вселится в нее вместо человека. Этот оберег хранился до праздника Лады Богородицы. Перед праздником их сжигали, а потом делали новые. В некоторых славянских родах 10 марта отмечают вторую встречу весны – сороки. Есть поверье, что в этот день со светлого ирия спускаются 40 птиц, оттого и сороки, неся с собой весну, тепло, любовь, упорство в своей светлой цели. Но есть и другое название, и оно тоже связано с приходом весны. Называется «жаворонки». Считается, что первыми в этот день прилетают именно жаворонки. Славянские обычаи на Руси держатся крепко, и поэтому весну с радостью выкликают. Для чего? Песни за клички поют. Просят жаворонков поторопить зиму с уходом и весну принести. Накануне в каждой избе начинают готовить особое тесто, из которого женщины и дети лепят птичек, как настоящих жаворонков с крылышками, с хохолками. С восходом солнца птичек пекут в печи, затем дарят своим родным и близким. Печеных жаворонков насаживают на длинные палки и выбегают с ними на пригорки. Или насаживают птичек на шесты, на палки плетня, избившись в кучу, что из силы кричат. «Принеси весну на своем хвосту, на ржаной копне, на овсяном снопе!» Или, обращаясь к великой богине Ладе, выкликают. «Благослови, мати! Ой, лада мати! Весну закликайте, зиму провожайте!» После одних печеных птичек съедали, других закрепляли на ветках деревьев и оставляли на угощение птицам. С помощью подобных птичек на жаворонки гадают. Для этого в жаворонах запекалось монета, зерно, камушек и прочее. И мужчины, независимо от возраста, вытаскивали себе печеную птичку. Гадали потому, кому что достанется. Например, если жаворонок с зерном, тот становился семейным засевателем. И ему доверялось разбрасывать первые пригоршни зерен во время начала сева. С этого дня весна должна была вступить в свои права. Дружной весны вам, славяне! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы